Всем привет! С вами Светлана. Сегодня я попробую коренить черенок гибискуса во мхе с фагнами. Сегодня у нас 29 сентября. Я получила посылочку и в ней как раз был подарок такой. Это черенок гибискуса Купера. И вот у меня стояли такие стаканчики с омхом. Я решила вот так вот поместить сюда черенок. Напишем сегодняшнее число 28 0 9 и отправлю это все в тепличку. Итак, сегодня 10 октября. Я совсем забыла, что я каждую неделю должна проверять черенок. Я только забыла поставить себе напоминание и вот закрутилась и забыла за него. Сейчас я его достала и давайте посмотрим. Череночек выглядит неплохо. Корешки, корешки через стаканчик я не вижу, но можно вытащить. Вот если что, сейчас вытащим, посмотрим, как он себя чувствует. Ну, пока что, вот смотрите, никак ничего я не вижу. Значит, он будет стоять и дальше. Отправляю его в тепличку. Для сравнения хочу показать черенок белоперонного, рейгатного, который у меня уже тоже две недели где-то даже больше стоит вот в амхе. Вот так вот. И сейчас давайте покажу, здесь уже есть корешки, то есть он уже укоренился, этот череночек. Вот его корни. Уже, в принципе, еще может постоять, и потом можно его посадить в грунт. Итак, прошла еще неделя. Сегодня 18 октября. Я немного приболела. Вот третий день, температура 37,5. Горло, не знаю, я уже так испугалась, думала, все, не гоплык с этой короной. Ты что, с ума сошел? Так, сейчас посмотрим корешки, что у нас здесь есть. Вот это, наверное, корешок. Вот это, наверное. Сейчас я его вытащу. Вот точно, это он. Смотрите, какой корешок. Начала один вот большенький, еще вот два. Но я хочу еще его неделю подержать, чтобы потом с нормальными, хорошими корешками посадить его в грунт. Конечно же, он укореняется и в перлите, и в эмикулите, и хорошо в грунте, наверное. Но у меня была такая задача, укоренить, сделать эксперимент, укоренить во мхе или во мху. Звучит неплохо. Так, и я вот укореняю. Тем более, девочка, которая мне прислала его в подарок, этот гибискус, тоже заинтересовалась этим. Сказала, что ей тоже очень интересно, получится ли во мхе его укоренить. Ждем еще неделю. Вот, прошла неделя. Сегодня 25 октября. И думаю, что пора будет уже пересаживать, потому что корешки должны подрасти. И не нужно дожидаться корней, чтобы они были очень длинные, потому что потом, когда растение переукореняется, оно больше считается, что страдает, начинает заново привыкать к своему новому месту, жилищу. Ну вот, смотрите, какие корешки хорошие. Я приготовила стаканчик с отверстием и такой вот узенький, чтобы вытекала водичка. Сейчас я вытащу. И вот какие у нас замечательные корни. Больше дожидаться их не надо, чтобы они увеличивались. Сейчас я на дно насыплю перлит. Так, помещаю растение и аккуратно сверху присыпаю грунтом. Грунт у меня универсальный. Квитка в последнее время я покупаю. Чуть-чуть вот здесь немножко прижму. Вот так вот, чтобы растение, черенок держался. И все, поливаю. Таким образом, черенок гибискуса очень хорошо укоренился во мхе. Это хороший способ укоренения для черенков. Замечательно, поразительно, гениально. Надо немножко, чтобы водичка прошла. О, сперлит. Эксперимент мой прошел удачно. И все, черенок уже будет хорошо жить в этом стаканчике. Тут его пока не заплетет его полностью корнями. И его не требуется будет пересадить побольше горшочек. Всем хорошего настроения. Замечательных осенних деньков и вечерков. Пока и до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...